Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма. Письмо 278. Любителю роскоши о приходящем. Тебе в голову пришла мысль, что христианство обедняет мир. Негодуешь на него и хочешь вернуть языческую роскошь. Не дай Боже, чтобы твое желание исполнилось. Ибо внешняя роскошь, как правило, бывает равна внутренней вещи те. А христианство пришло, чтобы исполнить человеческие души богатством непроходящим. Обогатить их Богом. Когда человек повзрослеет, детские желания кажутся ему смешными. Так же, как христианам смешна языческая роскошь. Персидские цари старались зайти в роскоши всех. Они покрывали стены своих дарцов золотом, серебром и слоновой костью. Воду они пили только из одной реки. Хуаспес. Вино из Дамаска. Ели хлеб из фиргийской пшеницы. Их трапеза каждый день украшалась блюдом не со всех концов их царств. Сотни певцов услаждали их слух во время трапезы и перед сном. Себя они называли царями царей и господами народов. Князья Малайских островов называли себя владыками ветров и моря. От востока до запада. Великий могол имел титул победитель вселенной. Его воины именовались лучезарными и молниеносными. Где они сейчас? Где их великолепие? Где их титулы? Прах, тлен и пепел. Так и твоя роскошь растает. Богатство придет в другие руки. Нежизни пролетят. Силы оставят. И твою могилу забросают землей. И не поможет тебе никакие имения, даже если бы имел ты всю землю и небо. Ибо небо и земля придут. Но есть нечто, что остается, когда придут небо и земля. Это праведные души, обогатившиеся при жизни истиной и добром. Не гонись за призрачными тенями, а держись в вечной реальности истины и добра, которые не проходят.